Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, это канал о вязании. Сегодняшнее видео это ролик с ответами на вопросы моих зрителей. Вопросов не так много, но они есть. Здесь будут моменты как болтологического, так и технического характера. Очень большая часть будет посвящена пряже. Это будет в конце ролика. Если это вам интересно, то конечно оставайтесь со мной. Первый вопрос, на который я хотела бы ответить, я буду подглядывать как всегда в свою шпаргалку, куда я записываю вопросики, которые поступают ко мне под видео. Алена Якушева спрашивает у меня, каким способом вы делаете прибавки на погоне и в рукаве. У меня не получается так красиво, как у вас. В качестве ответа на этот вопрос я вставлю сейчас два кусочка маленьких, а не по полторы-две минутки. Это отрывочки из моего еще не опубликованного мастер-класса по вязанию летнего платья. И платье еще не готово, но отрывочки маленькие есть. Там как раз я показываю, как я делаю прибавки вдоль регланных линий и как я их провязываю потом. Поэтому думаю, что это будет уместно вставить сюда вот такие вот маленькие кусочки. Маркеры центра спины. Перед ними мы делаем накид движением к себе. Потом провязываем две петли реглана. Делаем накид движением от себя. Я довязала до маркеров центра спины. Здесь у нас были накиды в предыдущем ряду. И я еще раз покажу, как я их провязываю. Этот накид провязывается за левую стенку, которая оказалась сзади спицы. Изнаночной. Вот так. Потом я переснимаю маркеры. Две петли реглана. Маркер. А вот этот накид выглядит по-другому. И чтобы его провязать скрещенным, у него левая стенка вот здесь, впереди. Вот она вот здесь. Пряжа скользкая. Как я буду вязать это платье? Я не знаю. Но надо стараться. Вот. Провязала. Из данных роликов понятно, как я делаю прибавки. И как я их затем провязываю в ростке, когда эти накиды встречаются мне в изнаночном ряду. А когда я перехожу на круговое вязание, накиды у меня уже встречаются мне в лицевом ряду. В лицевом ряду я их также провязываю скрещенной петлей. Но уже не изнаночной, а лицевой скрещенной. Все так же за левую стенку. Вы смотрите по своему способу вязания, как вы вяжете, где у вас левая стенка петли. Как вам нужно провязать, чтобы петля получилась скрещенной. Вот и все. Это такой мой ответ на этот вопрос. Дальше вопрос замечания, который поступил ко мне от Людмилы Королевской. И был он под видео, где я рассказывала о том, как вязала вот эту модельку а-ля чайка и японка. Вопрос замечания звучал так. Почему не надо коррекции? Ведь по спинке мы в середине прибавляем, а по переду нет. Абсолютно согласна с Людмилой. Сделала изменения в названии ролика. И прошу обратить внимание зрителей на описание ролика. И на комментарии. Первые закрепленные несколько комментариев. О том, что, конечно же, в такой модели коррекция требуется. Так же, как и в обыкновенном реглане. И она мной была сделана. Если бы она не была сделана, то работа, выложенная мной на столе, никак не получилась бы вот такой ровной. Разница у меня составила бы 14 петель в вязании. Это было бы очень видно. Спинка и перед у меня отличались бы друг от друга на 14 петель. Я ввела некоторым образом зрителей, так скажем, в заблуждение. Прошу прощения. Но думаю, что если Людмила обратила на это внимание. И еще там, кстати, один человек мне написал, что коррекция нужна. Ну, в общем, это как бы там и ярко видно, что она нужна. Потому что, когда мы вяжем этот росток, мы делаем прибавки по спине. А по переду прибавок не делаем. Потому что в такой модели у нас регланная линия идет по центру переда и по центру спины. И когда мы вывязываем росток, мы вот эти две прибавки по спине делаем. А к переду мы еще не подходим. И естественно, что перед вязанием ростка нужно сделать коррекцию на количество разворотных точек. То есть, сколько точек у вас получилось разворотных в ростке, сколько вы себе задумали вязать этот росток. Настолько петель и нужно скорректировать перед и спинку. Так, ну вот такой мой ответ на этот вопрос. И также меня уже несколько раз под разными видео спрашивали. Ну, вопрос формулируется по-разному. Но вся суть его сводится к тому, из какой пряжи мне нравится вязать. С чего я больше вяжу. Какая пряжа мне нравится. Что я выбираю и так далее. Я уже пыталась ответить на этот вопрос, потому что сложно на него ответить. Мне кажется, что и та, и другая, и третья пряжа нравятся. Но ведь я для себя начала не так давно вязать. И могу сделать какие-то выводы и показать вам, что вообще такую картину, как бы дать общую картину. Из чего же я вязала все это время. Так как я вяжу не очень давно, то моя кучка образцов всего лишь вот такая. Правда, я тут не все собирала. Но много что есть, из чего я вязала. И я думаю, что мы могли сейчас бы с вами перейти за стол, где бы я показала эти образцы, рассказала какая это пряжа, что я из нее вязала, что у меня есть на канале из этой пряжи. Ну, вот как-то в таком формате. Если вам это интересно, то смотрите видео и дальше, и дальше. И вот его как раз таки, вот этот оставшийся кусочек, и будет посвящен пряже. Но я пока с вами не прощаюсь. Итак, друзья, давайте порассматриваем мои образцы. Я расскажу вам, что за пряжа, что я из нее вязала, и что у меня на канале. Вы можете узнать об этой пряже или об изделиях из нее. Я вот так все разложила, чтобы мне было поудобнее брать и рассказывать, как я помню, о чем я знаю. Сначала у меня идет пряжа на Кай Стива. Это полухлопок, полухлопок с вискозой. Очень приятная пряжа. Я немножко с ней поработала. На канале вы можете посмотреть обзор этой пряжи. То есть я прям там подробненько все про нее рассказываю. Что за пряжа, метраж, провязываем узоры, рассказываю, как она себя ведет в лицевой глади различным номером спиц. Вот я вязала, вот как раз таки, я помню вот этот образец для обзора. И мне кажется, что вот этот образец тоже был связан для обзора. Кроме обзора, есть вот на этот узор попетельный мастер-класс, потому что я использовала этот узор, когда вязала тунику для дочери. Этот узор я вязала просто для себя. Ничего, по-моему, я нигде его вообще не использовала. На этот узор крючком тоже есть попетельный мастер-класс на канале. Хотела вязать из него топ, но пока не знаю. А сейчас у меня из этой пряжи на Кай Стива вяжется юбка. Юбка вяжется узором веерочки. И я ее показывала в одном из ближайших или покажу в одном из ближайших своих влогах. Мне эта пряжа очень нравится. И если считать вискозу натуральным волокном, то можно сказать, что эта пряжа 100% натуральная. Она очень приятна как в вязании спицами, так и в вязании крючком. Спицами, конечно, вяжется маленьким номером. Я люблю вязать от четверки, поэтому один спицевый проект, конечно, я одолела. А теперь уже нет. Теперь вот я взялась вязать крючком. Это вот что касается пряжи на Кай Стива. Это образцы из нее. Дальше. Дальше у меня есть образец вот такого плана. Это кидмахер. Здесь, по-моему, 1600 метров в 100 граммах. Он очень пушистый. Я пробовала вязать образец. Издевалась над этим кидмахером. Подмешивала к нему. Подмешивала к нему. Так. А, вот я как делала. Я, значит, брала две нитки вот этого кидмахера. Вот. И подмешивала к нему одну нить. Слонимской пряжи. Вот вязала такой образец. А вообще у меня из этой пряжи вот именно в две нити из кидмахера в две нити связан мой джемпер с круглой кокеткой. И я вам ставлю фото. Покажу этот джемпер. И на него я составляла описание. Оно у меня есть в продаже на ярмарке мастеров. Цена чисто символическая. Если кого-то это интересует, то описание очень простое. Связать его легко. Так. Что еще могу сказать по этой пряжице? Так как она бобинная, то о ней, в общем-то, ничего не известно. Кроме того, что серый кидмахер намотан сверху на черную нить. И такой приятный дает оттенок в вязании. На теле нормально. Хотя я обладаю, в общем-то, чувствительной кожей, то у меня такой кидмахер был на тело, в общем-то, нормальный. Хорошо я себя чувствовала. Дальше. Дальше у меня несколько образцов из бобинного твида. Весь этот твид. Здесь у меня еще нет еще двух цветов. Вот здесь я представила темно-серый и светло-серый. А еще у меня были терракотовый и фиолетовый. Цвета все от одной вот этой фирмы, от LINE APU или LINE APU. Я не знаю, как правильно это произносится, потому что я учила в школе немецкий язык. После L там буква I, если это по-немецки. И, наверное, это I, если это по-английски. Поэтому, наверное, LINE APU. 80% шерсти и 20% PA. Здесь в бобинках было 370 метров на 100 граммов. И из этой пряжи я вязала джемпер реглан-погон сверху. И у меня этому проекту посвящено аж 10 видео на канале. Это был мой первый мастер-класс. Я еще не знала, как снимать мастер-классы. И думала, что... А, наверное, я и сейчас так думаю, что не надо все лепить в одно видео, которое будет продолжительностью полтора часа. И все моменты вязания джемпера реглан-погон сверху я разбила на вот такие 10 этапов. Все поэтапно. Вот первое у меня видео, например, опозвано горловинка. Там второе видео. Даже не горловина. У меня, по-моему, набор петель. Что-то как-то вот так. И все-все-все-все-все поэтапам. Там я показываю и подрезы, и все на свете. Конечно, там качество съемки вообще не очень. Но по информативности я считаю эти свои мастер-классы, цикл вот этот, довольно-таки информативным. Там даже и с рукавом у меня хорошо поработано. С прибавками на расширение рукава все рассказано. Поэтому, друзья, если кому-то интересно, то посмотрите. Что в образцах? Я ввязала для себя образцы. Делала я на этот твит обзор на канале. Он у меня есть, можно посмотреть. Пыталась вязать косы и какой-то рельефный узор. Но мне показалось, что в этом твите это совершенно не смотрится. Вязала и в одну нить, где заметила косину полотна. Вязала в две нити, которые более устойчивое полотно. В две нити у меня связан мой кардиган в стиле Colorblock, который мне очень нравится. Считаю его прямо такой отличной, отличной практичной моделью. В каком-то из видео я рассказывала об усыхании этого твида. Джемпер, который был связан для дочери, висел у меня в одном шкафу. А джемпер, который... Как же там у меня получилось, что у меня в разных шкафах это висело. В общем, получилась, друзья, такая интересная история. Либо у меня лапопейса в другом шкафу висела. У меня просто еще лапопейса была связана из этого твида. В общем, какие-то две работы из этого твида висели у меня в разных шкафах. Один из которых придвинут прямо к батарее и в нем очень жарко в этом шкафу. А второй шкаф стоит в коридоре и он вплотную к холодной стене коридора лестничной площадки. Так вот, когда я стала делать обзор, вот, наверное, когда я стала делать обзор на этот бобинный твит, и я и замеряла, насколько он усох. И получилось, что в жарком шкафу он усох намного больше, чем в прохладном. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши твидовые изделия давали очень большую усушку, нужно хранить их где-то в прохладном месте. У меня там даже рассчитано в процентах. Я там вывела, как всегда, человек, который любит математику, расчеты, бухгалтерию. У меня там все выведено в процентах. Какой процент усушки получился там и там. Вот, это, если кому интересно, то можете посмотреть. Так, с чего же я еще вязала? Что я вам еще хочу показать? Это, наверное, всем известная, знаменитая пряжа Янар Джинс. Очень она для меня комфортная. И намного комфортнее и приятнее, чем подобная ей Ализе Коттон Голд. Потому что в изделии от Коттон Голда мне жарко. Мне реально жарко. Я не знаю, чем они отличаются. Но в джинсе у меня есть кроп, связанный с джинсом. Я вам сейчас поставлю фотографии сюда. Очень красивые фотографии. В прошлом году были сняты моей дочерью. Вот здесь у нас в скверике возле дома. Потому что было как раз готово мое описание на этот кроп. Кроп, оно тоже платное, тоже продается на ярмарке мастеров. Тоже по чисто символической цене. Если кому-то интересно, то обращайтесь. Так вот, в этом кропе я ходила летом. А потом я связала футболку из Ализе Коттон Голд. И в футболке мне жарко, а в кропе нет. Потом этот кроп у меня перешел в полноценный джемпер. Потому что ушли брюки с высокой талией. А мне захотелось носить его и дальше. Я там сделала подпорола. Набрала петельки. И связала полноценное изделие. И до сих пор я его ношу. И это получается, оно было связано весной прошлого года. И ему пошел второй год. Прекрасная пряжа. Мне она очень нравится. Также из джинса, но который плюс, то есть толстенький джинс, я вязала чехлы на подушке. Но это я распродавала на ярмарке мастеров. Тоже были очень прекрасные чехлы. На них фактурно смотрелись косы. Я покупала кофейный, белый оттенок и прекрасные были чехлы на подушке. Вот эта пряжа мне очень нравится. Если вязать, я бы из нее еще вязала. И вот сейчас, кстати, мой кардиган рыжий вяжется как раз из этой пряжи из джинса. Дальше. Семеновская Ирина. Это вот эти образцы. Есть у меня на канале видео, которое посвящено обзору российской пряжи Семеновской. Там видео называется Семеновская Ирина, Парус и Нежность. И там обзор вот этих трех видов пряжи. Я показываю изделие, которое вязала из них. И образцы как раз таки я вязала для того обзора. Если вам это интересно, то обязательно посмотрите, как ведет себя пряжа до стирки, после стирки. Все у меня там высчитано. В процентах. Лицевая гладь. Большим и меньшим номером спиц. Долго у меня пролежали три моточка этой пряжи. Которые изначально были куплены под один проект, который у меня не состоялся. Но в конце концов, сейчас я смогла... Нет, два, наверное, моточка. Третий-то у меня куда делся. Не важно. Сейчас я смогла полностью вывязать эту пряжу в такой проект, как моя чайка-японка, которым я очень довольна и с удовольствием буду эту туничку носить. По туничке у меня есть видео на канале, по пряже есть видео на канале. Если хотите, то можете посмотреть. Буду ли еще вязать из этой пряжи? Даже не знаю. Может быть и нет. Потому что цепляется. При вязании довольно-таки сильно цепляется. Состоит она из нескольких нитей. Вискоза выделена здесь отдельной нитью, а не так, как, допустим, в Нака и Стива, где она вплетена в нить. И вот эти бесконечные цеплялки, они мне не понравились. Вот как-то так. В чайке-японке она у меня идет как бы в комплексе с пряжей, которая хлопок. И этот хлопок букле, и он еще с пайетками. Поэтому даже если на этой пряже будут какие-то зацепки, то они будут не так видны, потому что буклированный хлопок их сгладит. Да еще пайетки мерцают. Поэтому я и включила вот эту пряжу в тот проект. А если вязать чисто из этой пряжи, ну, спорно, не знаю. Я бы, наверное, не стала вязать из этой пряжи. Так, что у меня еще есть? У меня еще есть вот такой образец. Вот такой образец. Это смесовка новола богатого состава. Здесь есть и кашемир, и махер, и вискоза, и хлопок. И даже 5% неизвестный состав. Тоненькая нитка. Я ее использовала, эту новолу, в одном проекте. Я сейчас покажу вам фотографию. Очень красивый джемпер. Там чисто из новолы связаны рукава. И она же связана еще в теле джемпера. Чтобы это чисто теплый зимний такой джемпер. Чтобы его утеплить, то его тело связано с подмотом турецкой пряжи. 500 метров на 100 грамм полушерсти. На этот пуловер у меня тоже есть описание. Тоже оно есть на ярмарке мастеров. Одно время было очень модно. Рукава вот такой полупатентной резинкой. Мне захотелось что-то подобное иметь в своем гардеробе. Это сшивной погон. И связано там все по деталям. Вязание было очень интересно. И работа над описанием была очень интересной. Пряжину вола у меня сейчас будет в работе над моим жилетом. Если бы еще мне попался такой артикул другого цвета, с удовольствием бы купила эту бобинную пряжу. Имею о ней только самые положительные впечатления. К сожалению, образца связанного только новулой, именно соло, у меня нет. Поэтому вот так. Следующий образец это классическая и всем известная. Ализе Лана Голд. 240 метров на 100 грамм. Кто не вязал из этой пряжи, все вязали. У меня есть 5 видео на канале, которые посвящены описанию вязания из этой пряжи джемпера. Как раз таки вот этим узором. И узор там есть попетильно провязанный. Джемпер связан по деталям. Джемпер вязался для моей дочери. Работает я очень довольна. И джемпера наносит. Уже по-моему третий год она носит. Пряжа. Хорошая пряжа. Но сейчас есть на пряжи намного лучше. Для меня сейчас эта пряжа очень толстоватая. Сейчас мне кажется, что я хочу более струящихся каких-то изделий. И Ализе Лана Голд как-то немножко приелась. Можно купить что-то и получше. В этой же ценовой линейке. Она не такая уж и дешевая. Это пряжа. Так что раньше я из нее вязала много. А сейчас уже давно ничего не вязала. Хотя вот плохого сказать ничего про нее не могу. Хорошая полушерсть. Хорошая турецкая полушерсть. Не знаю какой сейчас у нее ценник. Но она всегда была не дешевая. Так, что у меня еще есть. А вот сейчас вот как раз таки вот мой проект, который вяжется по типу погона снизу. Для него были заготовлены вот такие образцы. Это вот как раз джинс. А джинс с вот этой бобинной смесовкой. Здесь альпака, махер по 37%. 37 альпаки, 37 махера. Я знаю, что надо говорить альпака. Но говорю как привыкла. И ПА. 20 чем-то процентов. Это я пробовала вязать на одном номере спиц, на втором номере спиц. Ну такое это воздушное полотно. Ну такое воздушное, как перышко. Я не решилась вязать из этой пряжи соло, потому что мне не понравился цвет в итоге. Когда я выбирала по картинке, это было одно. А когда я получила это вживую, при естественном освещении, вот этот коралловый, он как-то мне не к лицу. А джинс, вот этот рыжий джинс, немножко прибил эту коралловость. Здесь эта пряжа выступает только пушком. Здесь вот, кстати, две нитки этой смесовки. А вот здесь только одна. Вот здесь вот сверху. Вы видите, как довольно-таки, как сказать, она сюда вписалась. Лаконично? Нет, не лаконично. Отключалась, чтобы вспомнить слово. Деликатно. Деликатно она сюда включилась и вяжется. Вот. Так что, из бобинной пряжи тоже получается, что я много вяжу. У меня идет вперемешку как-то и бобинная, и моточная пряжа. Следующая пряжа, из которой я вязала в том году, это Нака Париж. Или у нас в магазине она продается под названием Лебяжий пух. Для того, чтобы сделать обзор по этой пряжи, у меня на канале есть обзор по ней, я связала даже образец крючком. Получился какой-то валенок, по-моему, совсем эта пряжа не подходит для вязания крючком. Именно вот этим, таким изумрудным, темно-зеленым цветом у меня связан комплект шапка и варежки. На варежке самым простым способом, который я знаю для вязания варежек, у меня есть мастер-класс на канале. Тоже один из моих первых мастер-классов. Качество, конечно, съемки не очень. Но, опять же, скажу по информативности, довольно-таки информативное видео. Особенно для начинающих, кто только начинает вязать и хотел бы связать варежки. Там, кстати, участвуют только лицевые петли. Очень просто вывязывается палец, и варежки оказываются на одну руку. То есть их можно одевать как на правую, так и на левую руку. Мне кажется, что это очень даже удобно. А еще из этой же пряжи, тоже зеленого оттенка. Я очень люблю пряжи зеленых оттенков, но такого болотного оттенка. У меня сейчас нет образца, чтобы показать. У меня связан кардиган с коротким рукавом. Я его одеваю в офисе на рубашку в прохладное время года. Ничего так пряжится на любителя, конечно. И видно, что... Ну, мне видно, что она искусственная. А вот кто не знаком, нет, не видно. Кто меня видел в этом кардигане, все сказали, что это мохер. Никто не понял, что это чисто искусственная пряжа. Поэтому, если есть желание побаловаться, что-то себе такое интересное связать, есть очень красивые оттенки. И мне кажется, что кардиганчик, варежки, вот такой какой-то комплект себе можно связать. А для тепла, ведь можно сюда добавить тонкую, чисто шерстяную нитку в тон. И тогда ваш комплект будет совершенно очень теплый. Вот это на Капариж. Теперь у меня идут... Вот я когда разбирала образцы, вот такая кучка образцов. Это, друзья, все связано из знака калика. И вот получается, что из этой пряжи у меня было связано очень много чего. Я вязала несколько образцов для обзора по этой пряже. То есть у меня есть на канале обзор по этой пряже. Также есть видео, которое посвящено вязанию узоров сеток. Вот есть видео, где мы вместе вяжем вот эти узоры сетки. Также из этой пряжи, а конкретно вот из этого цвета, я связала себе футболку. Вставлю фотографию, футболку по описанию Екатерины Радимовой. Этой работой я очень довольна. Замечательная получилась футболка. Также из этой пряжи у меня связан мой яблочный топ, который я прекрасно относила все прошлое лето и буду еще носить в этом году. Из этой пряжи, вот этого молочного оттенка, у меня связан джемпер в стиле спортшик. Тоже вставлю фотографию, покажу. Прекрасный джемпер носила и буду носить. И также из этой пряжи, вот этого оттенка и плюс белый, белоснежный, у меня связана моя тельняшка, которая по типу реклам-погон сверху. По тельняшке есть два видео на канале. А по футболке, по футболке ничего нету, потому что она вязалась мной по платному описанию. И я вот так посмотрела свои, получается, образцы и записи. И довольно-таки много я связала из знака калика. А сейчас на канале одной девочки я узнала, что эта пряжа снята с производства. И я очень расстроена. Почему так получается, что когда что-то тебе нравится, что-то хорошее, оно постоянно снимается с производства. Но это просто какая-то несправедливость, я считаю. Надо посмотреть, что сейчас есть в магазине, какие оттенки этой пряжи. Прям вот хоть иди покупай. Хотя я никогда такого не делаю. Я не покупаю пряжу с запасы, не понимаю вообще, что я буду из нее вязать. Но вот именно ради этой пряжи, наверное, я могла бы поступиться какими-то своими принципами. К нам идет солнышко. Надо нам уже снимать побыстрее. Так, что у меня еще есть? Я вязала единожды из Ализе Мерина Роял. У меня есть на канале обзор на эту пряжу. И если я найду фотографию джемпера, который на мою дочь был связан как раз-таки вот этим узором, то я вам тоже сюда вставлю неоднозначное мое мнение об этой пряже. Мне кажется, она не стоит тех денег, за которые она продается. Ну, в общем, свое отношение к этой пряже я там все высказала, по-моему, в обзоре пряжи. Пряжа тяжеловастенькая, очень непредсказуемо ведет себя после стирки именно в изделии. Мои расчеты по поводу рукава очень сильно не оправдались. Хотя я уже знаю, что длину рукава рассчитывать бесполезно. Я ее и не считаю. Я делаю ее только после примерки. После стирки и после примерки. Но в этой пряже что-то уж у нас совсем как-то пошло. Мы и после стирки примерили, перевязали. Получилось как? Да. Мы после стирки рукава примерили, перевязали. А потом, когда еще раз постирали изделие. То есть и сначала было полностью постирано изделие. И потом еще один раз было постирано. Потому что рукав там пришлось подвязывать. Резиночки пришлось делать. И это как бы, ну, не смотрелся этот участок. Пришлось постирать еще полностью все полотно. Ну, все полностью изделие. И рукав пришлось переделывать еще раз. Только я уже не помню в какую сторону. Уменьшать или увеличивать. И там получилось столько узлов. А узлы в этой пряже, она очень скользкая. Узлы прячутся плохо. Очень. А моточки по 50 грамм. Это просто невыносимо. Изделие вязалось по деталям. Количество узлов зашкаливает. Мне это не понравилось. Ценовая политика на эту пряжу мне тоже не понравилась. И, скорее всего, если вязать из мериноса, то я бы брала меринос бобинный. А не моточный. Тем более по 50 грамм. Тем более от Ализе за эту цену. В общем, с этой пряжей мне как-то не сложилось. И я больше из нее вязать не буду. Я знаю, что многие из нее вяжут. Я думаю, что она будет хороша для мелких аксессуаров. Возможно, на шапке это будет самое то. На плечевые изделия нет. Так, у меня есть образец из совершенно неизвестной пряжи. Я даже не знаю, зачем я его сюда положила. Но хотела вам просто показать, что у меня была неизвестная бобинная пряжа черная. Мне ее подарили. И был люрекс тоже на черной такой, на черной нитке. На черной нитке. Вот на такой черной нитке серебристый люрекс. И совместив 6, по-моему, нитей вот этого неизвестного состава. Шерсть здесь, конечно, есть. Потому что платье получилось теплое. И прибавив одну нитку люрекса, я связала платье. Так как платье вязалось регланом, погоном. Ой, у меня все теперь погон. Регланом сверху, по кругу. То и образец. А вот, наверное, из-за этого я вам и решила показать. Что образец для платья, которое будет вязаться по кругу, я вязала по кругу. Потом я его стирала. Потом разрезала. И только потом считала количество петель, которые мне нужно для набора. То есть плотность я брала вот с такого образца, связанного по кругу. Если найду более-менее симпатичные фотографии в этом платье, то я вставлю. Платье было связано мной для себя после одного, так скажем, неприятного события в моей жизни. Я там себе не нравлюсь, как я выгляжу. Мне кажется, я там как-то резко похудела и плохо выгляжу. И поэтому в этом платье, мне кажется, у меня даже нет нормальных фотографий. А, собственно, о пряже, что говорить. Единственное, что пряжа неизвестная, она и неизвестная, она вам никогда не попадется. А вот этот люрекс мне очень понравился. Я уже где-то о нем говорила. Сейчас я, наверное, найду бобинку, остатки и покажу вам его. Очень интересный. Вот смотрите, у меня здесь еще очень много осталось. Вот такая штукенция. Смотрите. На черную нитку нанесен люрекс. Эх, плохо видно. Ну, давай, фокусируйся. Вот. На черную нитку нанесен люрекс. Видите, со всех сторон там есть... Золотинка. Полностью черная нитка. Этим люрексом она как бы проклеена, что ли, пропечатана. Мне очень понравилась эта нитка. Надо еще где-то использовать. Использовать. Надо еще где-то использовать фокуса. Фокуса нет. Солнце к нам подобралось еще сильнее. Уже целый угол здесь. Солнце сейчас попытаюсь как-то от этого избавиться. Ну, вот это, пожалуй, все, что я смогла сделать. Так вот. Красивущая черная пряжа с люрексом. Пока не знаю, куда мне ее пристроить. Но что-то, что-то я из нее свяжу. Было у меня 300, по-моему, грамм. Ушло немного. Так. Что еще хотела вам показать? Я хотела вам показать пряжу Яна Арт Стайл, из которой сейчас вяжу свое платье. У меня есть обзор на эту пряжу. Планировала я из нее вязать шикарное изделие. Я планировала вязать платье. Платье Оливия от Ванесса Монтаро. Я, по-моему, уже вам все уши прожужжала с этим платьем. И что я купила 14 мотков. По-моему, весь мир уже об этом знает. Но так получилось, что она мне в крючке не понравилась. Потом. Сначала понравилась, потом не понравилась. Когда уже все было куплено. А вот в спицах неплохо. Очень даже неплохо. И сейчас я вяжу платье. Опять по типу чайки. По типу чайки японки. Начинается оно как японка. И потом после кокетки переходит на вязание как чайка. Снимаю видео на канале. Пока проект очень нравится. Он вяжется в голубом цвете. А полоски идут из знака эстива. Буду ли еще вязать из этой пряжи, не знаю. Потому что мне тоже сейчас уже не очень нравится. Что нить вискозы здесь выделена в отдельную нить. Мне больше нравится пряжа, где вискоза вплетена в полотно. Это мой первый опыт использования вот такой пряжи стайл. Но, наверное, она подобна Семеновской Ирине и нежности, о которых я говорю. А также парусу. Это вот что-то подобное из этой же серии. Так, из чего я еще вязала? Я вязала... Вот есть такая у меня очень вкусная смесовочка. Это было 600 метров в 100 граммах. Как я раньше считала, что у меня это шелк с кашемиром. Но мне кажется, что пряжа пролежала очень давно. И что-то у меня в голове неправильно отложилось. Это бобинная пряжа. Мне кажется, после вязания, стирки, что это не шелк, а хлопок с кашемиром. 600 метров на 100 грамм вязала я в две нити. И это мой джемпер по типу погона сверху. На него есть видео на канале. И о горловине, и о том, как я делала прибавки на рукав и на сам погончик. Очень комфортная модель. Она мне прямо к душе. А пряжа провалялась почти два года. Такая прелесть. Я из нее вязала из этой пряжи в одну нить себе туничку на машине. А потом нечаянно постирала ее в машине. И я показывала, в какое ничтожество превратилась эта туничка. Поэтому нужно быть очень аккуратным со стиркой натуральной пряжи в машине. Но вот эта пряжа мне очень понравилась. Но не знаю теперь, когда, где я смогу найти еще что-либо подобное. Но показываю вам образец, что вот из такой пряжи я тоже вязала. Дальше. Есть Ализе Софти Плюс. На эту пряжу я делала обзор на канале. Вязала я образец разными номерами спиц, чтобы показать вам, как ведет себя пряжа. Обзор можно посмотреть. Он, кстати, пользуется популярностью на моем канале. Это именно Софти Плюс. То есть толстая Софти. Не тоненькая, а толстая. Из этой пряжи я вязала себе халат. Он получился очень комфортным, плюшевым. Мягким, уютным. Ну, просто няшным. На него у меня ушел ровно килограмм пряжи. Это довольно-таки тяжелый халат. И чтобы брать его с собой куда-то в поездке, это, ну так скажем, большой труд его куда-то запаковать. В качестве домашнего халата, конечно, он вообще незаменим. Походы в баню, в сауну. Ну, это просто-просто няша. Вязала спицами. Не помню, какими. Но зато у меня есть по этому каналу видео экспресс мастер-класс. И там уж я точно все подробненько рассказываю, что и как вязала. Вот. Дальше. Что я, из чего я еще вязала? Вязала я из спушеного мериноса. Это бобинная пряжа от компании Нью Мил. Это артикул Виктория. Здесь 500 с чем-то метров в 100 граммах. Я пробовала вязать спицами номер 2 и номер 2,5. Чем больше номер спиц, тем, конечно, не так аккуратно выглядит лицевая гладь. И я заметила, что и пошла косина. Не знала я сначала, что вязать из этого мериноса. Но потом мой выбор пал на остатки артикула Нувола, о которых я вам говорила. Вот о том джемпере с рукавами, полупатентной резинкой, на которой у меня есть описание. И я добавила сюда, к одной нитке, вот этого, этой Виктории, добавила две нити Нуволы. Полотно получилось очень стабильное, приятное. И сейчас у меня из этой пряжи вяжется жилет. Получается, что это тоже чисто бобинная пряжа и практически 100% натуральная. А вот в этом, вот в этом, получается, мериносе 20% по-моему есть. А может и нету. Или есть. В общем, запуталась. А вот это 95% натуральный состав. Здесь только 5% неизвестного. Может быть, он и не натуральный, этот 5%. Ну, очень теплый, очень мягкий. И, повторюсь, сейчас вяжу из него жилет. А так, если бы в одну нитку вязать, пришлось бы, ну, очень тонкими спицами, двойкой. Ну, двойкой я вообще не люблю вязать. Это не мой вариант. Цвет по системе Paint называется березовый. Он вот именно березовый. У него, вот, я не знаю, видно вам или нет, вот в этой лицевой глади в полотне, прям как у березы, вот эти вот вкрапления такие седовато-черные. Вот такие, как мы в детстве рисовали березку. И на ней вот эти вот точки. Вот это в полотне есть. Это настоящий березовый цвет. Последние две пряжи, с которыми я тоже поработала в прошлом году, это был и в позапрошлом году. Это пряжа от NACO. Это NACO Super Excellence. Эти два образца я вязала для обзора по этой пряже. Это полушерсть. Здесь 49% шерсти, 51% акрила, 228 метров в 100 граммах. Обзор на эту пряжу можно посмотреть на канале. Также из нее я вязала три джемпера. Я их где-то уже, по-моему, показывала. Себе и дочерям у меня были связаны джемпера. Мой джемпер сейчас находится в не очень хорошем состоянии. Джемпер старшей дочери, она его носила меньше всего, находится в отличнейшем состоянии. Если я найду фотографии этих джемперов, я вам покажу. А может быть, сейчас я найду и сам джемпер, чтобы показать вам. Вот именно эта пряжа, она мне нравится в косые рельефные узоры. Вот не лицевая гладь. Ее фишка это косые рельефные узоры, а раны. Ну вот, этот джемпер был связан в восемнадцатом году. Да, в восемнадцатом году связан он по деталям. Я хотела бы вам показать, как смотрятся в этой пряже рельефные узоры и косы. По-моему, замечательно. Пряжа очень мягкая, довольно-таки неплохо выглядит после средней степени эксплуатации. Я могла бы ее рекомендовать. И, наверное, я буду вязать из этой пряжи еще, потому что вот три изделия мы с дочерьми поносили. И будем вязать еще. И еще я вязала, друзья, из Ализе Суперлана Классик. Это тоже оттенок из зеленой линейки цветов. Оттенок номер сто тридцать восемь. Он такой оливковый. Этот образец я вязала для обзора этой пряжи. Если интересен обзор, можно посмотреть вот прям обзор по пряже. Также из этой пряжи в прошлом году я вязала берет. И по берету есть мастер-класс по петельной на канале, а также в моей рубрике «Математика и вязание» я даю математический расчет об основании, а как же вообще вязать береты. Как делать прибавки и убавки, чтобы получилось вот это вот кругленькое счастье, которое называется беретик. Кстати, этот расчет математический тоже пользуется популярностью. люди говорят спасибо, что я сделала вот такой вот расчет, как же все-таки связать берет из любого вида пряжи на любой размер. Если вам это интересно, то тоже можете посмотреть. Вот это все образцы, которые я нашла у себя. Конечно, это не все. Конечно, это не все. Не все виды пряжи, которыми я успела повязать за это время. Кое-чего, я думаю, тут нет. Потому что у меня бывало так, что я покупаю пряжи практически впритык. И вяжу образец я следующим образом. Я так часто делаю. Я вяжу образец от какого-то мотка. И вот эту нить я не обрезаю. Здесь у меня мотается моток. Я иду с этим образцом, его стираю, его сушу, по нему делаю расчеты и распускаю. Распускаю и наматываю на моток эту пряжу. И потом в дальнейшем использую ее в вязании. И часто я делаю еще так, перематываю этот моток. То есть, делаю так, чтобы вот этот образец, распущенная пряжа, оказалась в центре мотка. Так она выравнивается более лучше. Если она потом требуется для вязания, то она потом получается такая уже ровненькая. Поэтому некоторые пряжи у меня совсем в образцы не попали. Ну вот, не знаю, что получилось по продолжительности. Наверное, очень длинное затянутое видео. Но зато это получился полный мой ответ на вопрос, а из какой пряжи вам нравится вязать больше всего. Ну, а на этом, друзья, все, что я хотела бы вам сегодня рассказать и показать. Надеюсь, что была вам чем-то интересна и полезна. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам, вопросам, комментариям. Всем пока! С вами была Ольга Прилудская. До новых встреч! Пока-пока!